Алексей Ильич, мы сейчас с вами продолжим разговор, который начинали в прошлый раз. Мы говорили о вреде магии, колдовства, о том, что люди стали этим массово увлекаться. Вот в прошлом году один миллиард рублей потратили на изучение эзотерики, колдовства, гадания. Что вот здесь вот в Подмосковье, да и в Москве, и по всем телеканалам основным мы видим, что вот эти люди туда-сюда ходят, рассказывают, что хотят. Вот это явление мы продолжим обсуждать. Алексей Ильич, а когда не какими-то картинками вот этих вот рогатых прикрываются, а когда у этой бабушки Шептуньи или у какого-нибудь белого мага за спиной полный иконостас. И он говорит, что нет никакой разницы, это вот те же молитвы, посмотри, там я тот же молитвослов читаю, там тебя лечу от загоров болезней, там я же тебе говорю, иди в храм свечку поставь. И в пример, кстати говоря, они берут даже евангельские строки, когда вспоминают, что один мужчина там исцелял именем Христовым, апостолы хотели с ним разобраться, но Спаситель их остановил и сказал, что он моим именем это делает. И вот они говорят, мы же его именем это делаем, поэтому какие к нам вопросы? – Да. Это то явление, которое в аскетике определяется понятием «прелесть». Использовать можно христианские символы, христианские формы, но наполняется содержанием другим. Обратите внимание, что все они не призывают к борьбе с своими страстями, не призывают же к этому. Ведь главное в аскетике что? Самое главное – познай самого себя. Потому что пока человек не увидел своих болезненных всех этих проявлений, он же не может ни лечить, ни двинуться. Здесь они – нет. Речь совсем не идёт об этом. Речь идёт о силах. А все эти свечи, иконы и прочее – для них это является чисто внешним только обрядом. А призыв к человеку какой? Какой призыв? Никакого не найдёте, вот этого святого призыва к человеку – познание себя, покаяния, борьбы с грехом. Вот. Этого ничего нет. Вот вам сразу лакмусовая бумажка, по которой мы можем судить. А это то, что является признаком прелести. Вот, например, даже о молитве мы говорили. Пожалуйста, сейчас есть такие, по крайней мере, на Афоне, очень известные Харалампии, кажется, он сейчас скончался, я точно не знаю, но кажется, да. Которые прямо призывают молитву Иисуса, как можно быстрее, с огромной скоростью произноси эту молитву. Это, представьте, вот мы с вами начнём разговаривать, так, и я вам с огромной скоростью начну что-то говорить. Вы скажете, я ничего не понимаю, что вы говорите. Да нельзя же так обращаться. К Богу надо обращаться с благоговением. Что такое молитва? И вдруг – а нет, молитва Иисуса надо, как может, быстрее. Что это такое? Насмешка над молитвой. Разве может молитва такова и быть? Молитву нужно произойти спешно, с вниманием, благоговением. Они там – Господи, 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 Господи. Это что такое? Это оккультизм настоящий, это прелесть. И вот это явление, чем оно прельщает? Что если, оказывается, так заниматься, вот так, таким образом, то у человека начинает происходить психические различные переживания, метаморфозы. В частности, как описывает этот Харлампий, начинает появляться сладость, которая выступает на груди, в горле, во рту, там сладкая слюна, пожалуйста, это вам будет, всё, что угодно. Ложный путь. Нет молитвы там, где нет внимания и благоговения, и покаяния. Это уже не молитвы. Мы обращаемся к Богу, Господе Иисусе Христе, и вдруг я вместо этого вращения начну стрекотать изо всей силы. А там прямо написано. Вы знаете, что там написано? Оказывается, меньше секунды, секунды уходит на молитву «Господи Иисусе Христе, помилуй меня!» Потому что менее часа, за который он произнёс 3600 молитвов. Вы слышите, куда мы идём? Это страшный обман! И есть те, которые проповедуют это явление, говорят, надо произносить, как можно быстрее. Слышите? Произносить! Простите, а молиться как? Произносить или молиться? Вы о чём говорите? А мы можем с вами так вот разговаривать с такой скоростью? А разве с Богом мы можем? Приходится прямо приводить. Вы пойдите к какому-то высокому чиновнику и попробуйте ему изложить свою просьбу с такой скоростью. – Алексей Дубрович, но это же опыт Иосифа Исихаста. – Ну, мы сейчас не будем ссылаться на авторитеты. Потому что каждый авторитет человеческий, и он должен быть проверен опытом бесспорных святых людей. Вы назвали Иосифа Исихаста. Это XX век. XXI век. Простите, а кто из святых, которые вот те, как мы называем даже Исихастами, кто и когда говорил о том, что молитву Иисусову нужно произносить со скоростью, как из пулемёта? – Я смотрел это. Нигде нет ссылки ни на одного святого. А свои домыслы, да, говорят, надо, чтобы бес не проскочил между словами. Откуда вы это взяли? Скажите. Напротив святые прямо, говорят, пишут, неспешно, с благоговением мы же к Богу обращаемся, а никому не будет. Попробуйте к президенту, придите и начните ему излагать свою просьбу с такой скоростью. Можете или нет? Скажите. Нет. А если попробуете, вас тут же за дверь выставят. Даже к человеку так не можем. А к Богу? Нельзя. Это же молитва. Если мы говорим молитва Иисусовой, это же не мантра, а молитва – надо же понимать разницу. Индуистская мантра – там повторяются слова, которых даже смысла подчас не знают. И нужно повторять как можно больше, чаще, как можно чаще и чаще. И у человека начинают происходить процессы, понимаете? Самовнушение происходит. И начинают, да, доходят до состояния так называемой самадхи. И вот теперь я вижу, эти люди говорят, так надо произносить молитву Иисусу, то есть превращают её в мантру. Есть такая мантра, называется мантра джапа, и которая вот таким образом произносит молитву Иисусу, как они приходят к этому состоянию – радости, блаженства, сладости и так далее. Один к одному. И от того, что мы здесь произносим просто как пустые звуки имя Иисуса Христа, происходит своё родное кощунство. Нельзя без благоговения обращаться к Богу. И вдруг здесь теперь предлагается. Это страшная беда. И если это будет идти с Афона, вы представляете, сколько людей может пойти по этому пути. к Богу без благоговения. Это что же такое? Само слово «религия», кстати, это латинское слово. И одно из понятий его – благоговение. Благоговение отношения к Богу. А здесь – полное нарушение. Так идёт человек и говорит, Господи сути, Господи сути, Господи сути, и так кажется, что это непрерывно. Что ты непрерывно делаешь? Повторяешь слова. А молитва где? А где молитва? Моление. Моление. Молитва – это моление. Я умоляю о чём-то. А где здесь умоление? Во! Это страшная опасность. Не дай Бог. Если это будет исходить подобная практика от какого-то авторитета, и люди, не понимающие, могут увлечься. Игнатий Валичинов прямо пишет, молитва должна совершаться с вниманием, благоговением, неспешно и с сочувствием сердца. И вот он, например, предлагает тем, которые вступают на путь иночества, и именно молитвы вступают, не просто как мы, просто иногда молимся, но монахи, которые вступают на путь именно молитвы, он говорит, примерно 100 молитв за полчаса. Полчаса. А там у этого Харалампия 3600 молитв за час. Часу не прошло, то есть часы, знаете, 3600 секунд. Не прошло, как человек произнёс, уже 3600 молитв в секунду. Я пробовал это, ничего не получится. Попробуйте. Ну, видно, в книге вот так, такую практику предлагают. Это уже, знаете, это убийство молитвы, извращение природы молитвы. Это авторитет. Так, я за Сафону, какой-то монах Сафону. У нас вот святитель Игнатия Бринчанинов, который прям всё пишет на основе прям древних святых отцов. А здесь эти новые ни одного отца не приводят. Духовный мир, то есть божественный мир, а через него постигается и не божественный. Божественный мир постигается по принципу «Подобное познаётся подобным». Можно же даже, когда посуду моешь, читать молитву. Ты прости один раз, но с полным вниманием. В будильник заведи. И всё. И он тебе прозвонит. Слава Богу. Я 15 минут, но молился. Это вопрос, получается, чего ты хочешь получить? Вопрос сократить. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя. Иисус тебя помилуй мя. Иисус тебя помилуй мя. Иисус тебя помилуй мя. И тогда пойдёт 5 тысяч можно. А вот даже, я тебе даже скажу так, Кирлейсон. Кирлейсон. Кирлейсон, 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 Кирлейсон. По-гречески, да. Вот так. И то попробуй. Попробуй. Надо просто попробовать. Вот посчитать, успеешь или нет в секунду произносить Кирлейсон. Один раз. Ну, я не знаю, может быть, 3-4 раза, а потом дальше. Кирлейсон даже. Ну и что это такое будет? Ну, Господи, помилуй. Это к вопросу, как мы с вами уже говорили, так, Господи, помилуй 40 раз. Вот, вот. Вот то, что я учу студентов. Говорят, надо так читать. Например, Господи, помилуй 40 раз, и же на всякое время, на всякий час. Тут тоже тогда встанет важный вопрос. Вот человек, ну, все живут под гнётом быта. Там надо и школы забрать, там куда-то на работу бежать, посуду мыть. Вот, если хочется остановиться, ну, там можно же даже, когда посуду моешь, там, читать молитву, вот, вот, женщина, например, загружена делами. Да. Вот про себя, вот, Господи Иисусе Христе, Сыне Божье, sk. Да, неспешно надо читать. Ты прочти один раз, но с полным вниманием. А не так, что Господи Иисусе Христе, Господи Иисусе, Господи Иисусе Христе, Господи Иисусе, Господи Иисусе Христе, меня, а не так это превращать молитву во что? Это заговоры только так делают, наверное. Разве это можно? Разве дело в количестве? При чём тут количество? Зачем оно нужно? Как только мы начинаем гнаться за количеством, мы вступаем на путь йоги. – Вот, а я ещё хотел про правила, к причастию, правило к причастию, оно большое, и человек говорит, я всё не успеваю прочесть, поэтому я тогда не буду читать ничего. А можно хотя бы небольшие фрагменты, вот вдумчиво, по чуть-чуть, но прочитать? Я как раз пытаюсь просто вот эту меру определить, чтобы человек мог понять принцип и универсально его как-то применять для себя. – Я сам ничего не могу сказать, а сошлюсь на Феофана Затворника, свидетеля. Он об этом прямо говорит. Сошлюсь не только на его, сошлюсь ещё на Иоанна Валаамского, который в свою очередь тоже. Они говорят, лучше ты возьми себе время, вот, скажи, сколько ты можешь сейчас? Ну, ты можешь 15 минут? Ты, допустим, устал, всё, но тебе надо прочитать правила. Хорошо. Возьми, сколько ты можешь? Можешь 15 минут? Хорошо. Спокойно, неспешно, с вниманием и покаянием читай одну молитву, две молитвы, три молитвы, а не все, допустим, 10-15. Время возьми и не спеши. Вот будильник заведи и всё. И он тебе прозвонит. Слава Богу! Я 15 минут, но молился. Чем я буду стрекотать эти молитвы, чтобы следовать букве? Я говорю, это рабство букве уже, а надо рабство молитве. Вот, а молитву я знаю, что вот все сегодня, вот так и работаю, всё, я не смогу больше. Ну, вот полчаса я смогу, я думаю. Всё, слава Богу, давай. Заведи будильничек, не беспокойся, сколько ты прочтёшь молитв? Две, три, пять – не имеет никакого значения. Кстати, молитвы перед причастием, вы обратили внимание, что там разных святых? То есть этот святой читал только эту молитву. У нас это просто правило получило. Все молитвы собрали. Все, которые читали разные святые перед причастием. Вот в чём дело. Канон великолепный. Канон, по-моему, это обязательно надо читать. А из молитв? Ну, хотя бы одну прочти. – А канон какой обязательно? – Перед причастием. – Там надо же ещё три. – Нет, я говорю, перед причастием которой – канон. А те другие каноны – это уже Спасителя, Божья Матерь, Ангела, Хранителя, да. А я говорю, перед причастием… Вот некоторые священники, которые… Вот, вы знаете, вот ко мне обращался священник. Семья, дети. Приходят, служат. Уже жена говорит, ты что, ты вообще покинул нас? Ты там в храме, и всё, у тебя люди, и всё ты занимаешься. Говорит, я прямо не знаю, что мне делать с правилом. Формально начать, что делать? Ну, вот, я ему говорил, что вот видите, что советуют святые люди – Феофан Затворник, Иоанн Валаамский, например, и не только он. Так, они советуют – возьми время, которое бы ты мог бы помолиться, и прочти хотя бы канон перед причастием, может, какую-то из молитв. Вот так, когда ты не имеешь возможности иначе. Мы не рабы, надо смотреть, чтобы мы помолились и подошли к причастию, действительно, с благовением, вот, и покаянием, а не с гордо поднятой головой, я всё вычитал. Вычитал. Ужас какой! Убийственное просто слово. Говоря про вычеты, Алексей Ильич, мы уже начинали с вами разговор с того, что люди обращаются к колдовствовой магии. А вот там можно оказаться поражённым вот этой силой и быть одержимым. Вот как на страницах Евангелия читаем про одержимых, что там можно подхватить вот такую духовную болезнь. Если это произошло, как от неё лечиться? Вот если человек потратил деньги на всё это, сходил на эти все занятия, сам пробовал, практиковал, как ему из этого всего выбираться? Ну, во-первых, надо оставить это. Это полностью и решительно прекратить. Вот. А во-вторых, вот начать спокойно, как мы говорим, с вниманием, благовением, покаянием, молиться. Оставить это. Раскаяться нужно. Пойти просто на исповедь раскаяться в этом. И я ещё раз говорю – прекратить. И начать молиться уже. Только молиться уже, не читать молитвы, а молиться. И, конечно, молиться. Опять надо сколько времени? Человек, который не привык молить, он долго не может. Он скоро устает. Немножко помолился сколько-то всего? Возьми, почитай Евангелие. Возьми, почитай святых отцов, святых, которые у того же Игнатия Вринчининовых. Мне кажется, каждый православный христианин на Руси должен иметь его творение. Почитай первый или второй том. Одного второго тома даже хватит уже. Или его письма замечательные. Почитай. Мне это же очень полезно. Опять ещё помолись. Исповедуйся. Потом священник тебе разрешит и причастись. И вот таким путём понуждения себя к молитве, через исповедь и причастие, человек постепенно освободится. Но это уже процесс, смотря куда зашёл человек с этим оккультизмом. Потому что можно так дойти, что ой, как трудно бывает им выйти. В народе это называется День Крещения Господня. Так по церковной традиции это богоявление. Расскажите о главном. Что мы должны для себя выделить из этого праздника? Крещение фактически в явной, открытой форме произошло то, что называется откровением о Боге, как едином и триипостасным. По природе человек и целитель, и прозорливец. Только у нас всё это закрыто асфальтом. Алексей Ильич, в народе это называется День Крещения Господня. Так по церковной традиции это богоявление. Расскажите о главном. Что мы должны для себя выделить из этого праздника? Ну, с памятью Крещения Христа сопряжено великое дело. Во-первых, здесь в Крещении, как мы помним из Евангелия, фактически в явной, открытой форме произошло то, что называется откровением о Боге, как едином и триипостасным. Никогда мир этого не знал. Все триады, которые мы находим в различных языческих культах, они носят характер семейный – Бог, богиня и божонок. Так, там действительно три Бога. В данном случае открылось нечто-нечто удивительное. Отец говорит – это сын мой. А мать где? А её нет. И Дух Святой в виде голубя. Удивительно. Совершенно удивительная, неслыханная такая вещь. Что это такое за троица? Причём каким образом? Очень странным. Это вот первое, я бы сказал, ну, своего рода революционный переворот, который совершает христианство в области понимания Бога. Бог, оказывается, да, сущность одна, но индивида, три, три лица – это странное явление. Причём, если мы обратим внимание к тому, как понимали это святые отцы, то они прямо говорят, что три лица, но один ум, одна благодать, одно действие. Нет благодати отца или сына отдельно, и Духа Святого – ничего подобного. Святитель Василий Великий, который назван Великим в истории церкви, даже писал так, «Единотройственная благодать», то есть она одна, но присуща всем трём, одинаково, и она одна просто, а не одинаково, одна, у всех трёх. То есть мы видим здесь вот в чём заключается единосущность при, в то же время, совершенно отчётливо выраженных различных ипостасных свойствах. Всё-таки Иоанн Креститель проповедовал крещение и покаяние. Христос пришёл креститься, Иоанн Креститель его удерживает. Какое тебе покаяние, крещение и покаяние? Он понял, кто к нему пришёл-то, вот в чём дело-то. Ответ был интересный. Так должно исполниться всякой правде. То есть он указал, ещё этим подчеркнул. Вот что требуется каждому человеку. В этом состоит закон праведности, справедливости, истинности. Все должны креститься крещением покаяния. И он для того, чтобы подчеркнуть этот закон, сам тоже принял это крещение. Так вот, этот праздник крещения Господня отмечается особенным образом в церкви, для того, чтобы указать на вот эти, по крайней мере, две, если хотите, стороны данного события. Алексей Ильич, а в человеке откуда берутся вот эти сверхспособности? Это всегда вот эти нечистые силы? Или есть то, что заложено было изначально в нас? – Ну, конечно. – Вообще, в принципе, в природе человека, исследовательно, у всех нас, всё это есть. По природе человек – и целитель, и прозорливец. Да. По природе своей. Только у нас всё это закрыто асфальтом, закрыты все эти силы. Но при правильной духовной жизни постепенно снимается этот жёсткий покров. И действительно, вот как мы говорим, многие святые, они действительно подчас и пророчествовали, и прозревали, да, и так далее. При правильной жизни постепенно это открывается. Но есть действительно рождаются люди, у которых это жилка. Когда или человек искусственно начинает искать в себе, развивать эти силы, или когда увлечённый вот такими вещами начинает это, что называется, практиковать. Потому что это не тот путь познания духовного мира. Духовный мир, то есть божественный мир, а через него постигается и не божественный, божественный мир постигается по принципу «Подобное познаётся подобным». Только через правильную духовную жизнь человеку открывается этот духовный мир в своё время и постепенно по мере познания себя и приходящего через это познание смирением. Тогда постепенно открывается тот мир человеку. Но он не является предметом любопытства уже. Он просто естественно открывается. Как вот человек был слепой, и вот ему говорят, что надо делать. И постепенно он начинает видеть лучше, лучше, лучше. Просто видеть лучше. И это великое благо. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...